Наш корреспондент в Нью-Йорке Вадим Лобаченко беседовал с некоторыми из бывших советских граждан, которые, подобно тем, кого вы видели в американском фильме, поддались западной пропаганде и оказались в США. Владимир Дунаев встретился с такими же людьми в Вашингтоне в Советском консульстве. И Виктор Михеев разговаривал с бывшими советскими гражданами в здании Советского консульства в Вере. Мой сын, я его вызвала, ему было 7 лет. За что он должен страдать? Он безвинный. Что его здесь ждет, кроме мучений и страданий? Я же здесь 7 лет, я подала за агитацию израильскую. Это пропаганда их. Что нас сделали? Сколько мы намучили, сколько мы мучаемся теперь. А люди еще хотят выехать в Союз, бросать свою родину. Я всем, братьям моим, пишу, мир бросать, родина, берегите ее. Настроение этих людей сегодня совершенно определенное, выстраданное. Впрочем, когда они уезжали, настроение было другим. Вам дать подписку, что не будем проситься? Не будем. Нет, не будем. Все члены моей семьи могут дать подписку вам. А родители остаются здесь? Да, остаются здесь. И как вы приняли такое решение покинуть своих родителей, не говоря уже о родине? У меня выехали родичи, родные. У вас там родственники, родные? Да, у меня родственники. А кто? Дядя. Если не себе, что он вам пишет, приглашал он вас или это ваше собственное решение? Да, он нас приглашал и больше, я говорю, сам. Эти кадры сняты в Вене. Екатер, ты куда пошел? Он проехал. Он проехал. Ну, быстренько, давайте. Скажите, пожалуйста, вы приехали из Советского Союза, да? Да, да. С какими чувствами вы сейчас? Ой, еще сами не разберемся, что к чему. Мы еще не так не довольны, вы рады. Ну, рады. Пока эти люди пребывают еще в состоянии ожидания, причем радостного ожидания, ожидания благополучия, приятной жизни на богатых улицах, которые они видели на экранах кино и телевидения. Но действительность будет другой. Их вначале поселят бесплатно в грязных отелях, где комнаты сдают не по дням, а по часам, проституткам. А потом они будут искать себе жилье сами и в конце концов обоснуются в бедняцком районе Бруклина, который называется Брайтон-Бич. Здесь, под круглосуточно грохочущей надземной дорогой метро, они пополнят колонию бывших советских граждан, очень похожую на гетто. Бывший советский гражданин, бывший художник Игорь Иванович Синявин. Таня, жена, она работала учительницей, я работал художником в оформительском комбинате. Мы в 1976 году покинули Советский Союз. Жена, я, двое детей. Где было лет? Детям. Детям было дочерей семь, а сыну восемь лет. Они уезжали с сожалением, как и я. В общем, было тяжело, но в то же время мы надеялись, что здесь увидим новый цветущий мир, без которого жить там просто невозможно. Как-то обещали голоса Америки. Да, как обещали голоса Америки. Ну, я ЕПИМ из города Киева, выехал в 1977 году. Ну, я когда приехал в Америку, я понял, что я сделал, конечно, роковую ошибку, что это, в принципе, не наша страна, не то, что наша страна, это не страна для того, чтобы вырос в Советском Союзе. Это совершенно другой образ жизни. Из родины жить нельзя, потому что там, где человек вырос, он должен жить. Это его обычаи, это его наряды, это его культура, это его образ жизни. Моя фамилия Атам Алибеков, Рашид Салимович. Я приехал из Москвы. По профессии был кинорежиссером. В Америке уже 8 лет. Ровно 19 марта я вылетел из Шереметьево в Вену. Ну, и буквально с первых же дней я, так сказать, увидел западный образ жизни. Меня зовут Тарас Кордонский. Я из Москвы. Приехал сюда почти 8 лет назад. И, ну, приехал, как говорится тоже, открывать Америку. Открывать Америку. Лучше один раз увидеть, чем что раз услышать. Далее. Ну, самое главное, самое главное, что очень быстро прозрел здесь. И с тех пор главное чувство, которое, это чувство стыда и вины. Это то, что я сделал. Чувство стыда и вины. И. Какая у вас профессия? Профессия это, в общем, назвать нельзя. Я был музыкантом, эстрадным, таким рок-н-ролльщиком. Увлекался с юности западной музыкой. И это, конечно, тоже сыграло свою роль. Одно из основных в моем желании сюда приехать, увидеть это все. Но попав сюда, я даже почти не пытался, в общем, продолжать это занятие музыкой здесь. Совсем ощутил это все иначе. Оно стало мне чужим здесь. То, чем я увлекался, и то, что казалось мне таким интересным и необычным, экзотическим. Здесь этот рок-н-ролл, здесь я понял, что это чуждая, чуждая поверхностная, наносная. Что я ничего не чувствую. Это все это было просто слепое какое-то увлечение, подражание. Потому что они... И все, и здесь я этим даже не занимался. Работал. Здесь я работал на фабриках. Работал сторожем, курьером, продавцом на улице. Вот. Портный. Сейчас... Сейчас, да, работаю. Вот. В портновском деле. Здесь колоссальный индивидуализм и эгоизм личности. Американцы в этом воспитаны, они не понимают ничего другого. Ни того русского коллектива, дружбы, открытости. Здесь каждый замкнут в своем собственном мире, и даже в своей собственной семье он одинок. Потому что дети покидают родителей, родители не занимаются воспитанием детей. Это, видимо, традиционно еще корни скрываются далеко в истории. Второй момент, который открыл, как бы явился ключом для понимания американской культуры, американской жизни, это такой практицизм, прагматизм американской... всего американского стиля жизни. Вот если там, в Европе, в России, да и в странах Востока оценивают личность как... Достоинство личности оценивается по тем идеям, в которые она верит, тому духовному содержанию, которое она несет. То здесь достоинство личности оценивается только одним критерием – счетом в банке. И если один человек встречается с другим, и его собеседник начнет развивать перед ним какие-то утопические планы или идеи, то тот будет на него совершенно хладнокровно взирать и думать только об одном – принесут ли эти идеи доход. В угла поставлены деньги, прежде всего. И деньги, и такой какой-то очень вульгарный материализм. Субтитры сделал DimaTorzok Вы можете выиграть 100 тысяч долларов, если после просмотра видеокассеты правильно угадаете номер телефона. Игра называется «Охота за деньгами». 40-минутный фильм, предназначенный для миллионов любителей, выигрышей в нашей стране. Суть ее заключается в том, что, просматривая фильмы, нужно по ряду примет определить страну, город, шифр замка сейфа в банке этого города и телефонный номер. Придуманная актером Джоном Вильяманом, кассета для видеомагитофона стоит 29 долларов 95 центов. К ней прилагается официальный талон участника игры. Если у вас есть некоторый опыт, знания и способность логически мыслить, эти деньги могут быть вашими. Компания, продающая кассеты, считает, что кто-нибудь обязательно выиграет эти 100 тысяч. Легче всего отгадать номер телефона. Найти название страны, города и номер шифра сейфа немного труднее. Кое-кому из играющих, как, например, Тому Бессу, уже кажется, что деньги вот-вот перейдут к ним. Я все рассчитал. Я уверен, что деньги будут моими. Многие люди, приехавшие из Советского Союза, с образованием не могут найти работу, сидят на вэлфере, гниют просто. Сами коренные американцы, кто для того, чтобы хоть как-то удержаться, они с утра до вечера должны с такой интенсивностью работать, которая просто не снилась людям в Советском Союзе. Вот Таня работает, ну, там, еще мне рассказывали, там, на одной работе. С ума люди сходят от перенапряжения. Боятся потерять работу, берут сверхурочные, только бы как-то справиться с работой. Я работал, например, на фабрике Манишевича. Ночная смена, очень тяжелая. Мы должны были фабрику приготовить к утренней смене. Мы, четыре человека, делали работу, десятерых. И когда мои, значит, товарищи по работе, мексиканцы, портовиканцы, поляк был один, когда мы решили, значит, встретиться с профсоюзным боссом, он встретился с нами и сказал нам, знаете, очень грубой, в нецензурной форме, что вы будете работать так, как нам нужно. Не хотите, убирайте все. А вы не пытались по специальности, по профессии найти работу? Нет, нет, никогда. Я и не думал, что я, когда, честно говоря, я уезжал, когда мне друзья говорили, куда ты, Рашид, едешь, у тебя нет ни языка, ты будешь работать в кинематографе, я говорю, нет, я не хочу работать. Я буду работать механиком, я буду работать габбиджменом, ну, габбиджменом, это, другу говоря, уборщиком мусора. Потому что оказалось, что ни механиком, ни габбиджменом здесь за работу не устроишься, потому что они это шепотом говорят, но это мафия. Атам Алибеков работал в Москве на киностудии режиссером. У него возник конфликт с руководством студии, и он счел это достаточным основанием для того, чтобы уехать. Наверное, в том месте, где он сдавал свой советский паспорт и получал разрешение на выезд, ему тоже задавали вопрос, не спешит ли он, не делает ли ошибки, не пожалеет ли потом. Но он был решителен. Когда я познакомился с ним в Нью-Йорке, он работал мощиком котлов в пекарне. Работал по ночам, а днем отсыпался. Но дело тут не в том, что вот бывший режиссер, кинорежиссер, работает мощиком котлов. Он, в конце концов, знал, на что шел. Дело в другом. Дело в том, что только там, в Америке, как он сам мне говорил, он вдруг вспомнил о достоинствах нашего общества, которые как-то не замечал раньше. Один из бывших, с которым я беседовал, сказал мне однажды так. Я, уезжая из Советского Союза, думал, что в Соединенных Штатах Америки все так же, как у нас, но только гораздо лучше. А когда я приехал, то понял, у них все не так, вся жизнь не так. Может быть, они к такой жизни привыкли, может быть, им нравится, а я не могу. На родине его ценили, если он хорошо работал, если делал людям добро, если был справедливым. А здесь оказалось, уважение дают только деньги, причем большие, и неважно, как ты их заработал. Никто из этих людей не идеализирует нас. Они знают наши проблемы, знают наши недостатки, но там, на чужбине, они вдруг поняли, что наше достоинство может быть гораздо важнее, гораздо существеннее наших проблем и наших недостатков. Человек человеку здесь не поможет. Валяйся на улице, тебя будут избивать, к тебе не подойдут. Только потом подойдут, скажут, you are right, с вами все в порядке, больше ничего. Если говорить кратко, об этом, чтобы охарактеризовать его несколькими словами, я бы сказал, что мир без пощады и жалости. Без дороты настоящей. Есть, конечно, есть и добрые люди, которые добрызм по своей сути, но мир не добр. Этот мир просто... Слово. Он без... Беспощадный. Да. Он не прощает человеку. Чего не прощает? Он ничего не прощает. Если ты не расторопен, если ты не так способен, если ты не так... Ты... Ты не... Выживает сильный. Выживает сильный, да. Ты... Ты отметаешься. Да, ты... Это морально или материально? Или ты отрубаешься? Ну, а... Морально, прежде всего, мне кажется. Материальная сторона – это не главный фактор. Морально – самое главное. Вдруг оказывается, что слова «не хлебом единым жив человек» – это не просто слова. Это Остия, местечко под Римом. Это, так сказать, пересыльный пункт после Вены. Здесь эмигранты ждут визу в Америку. А визу туда дают с большим трудом. Не всякому. Ее надо чем-то заработать. Либо антисоветскими заявлениями, либо доносами на своих сограждан, либо еще чем-нибудь похожим. А пока живут кто чем может. Работы ведь нет. Для итальянцев нет. Кто же позволит отдавать рабочие места эмигрантам? Вот и подрабатывают на блошином рынке в Риме. И ждут американской визы месяцами, годами. Все еще надеясь, что в Америке их ждет счастье. Но уже не очень веря в это. Вам хорошо живется в Италии. Италия красивая, очень красивая Италия. Работы нет. Для меня нет работы. Вы совсем не работаете? Нет работы. Италия красивая, очень красивая Италия. Но ведь вы хотели поехать в США. Американский консул сказал нет. А в Америке Рождество. Вы помните бойкую женщину по имени Марина, которая стала экскурсоводом в Нью-Йорке? Помните ее фразу о том, что когда она узнала, что кто-то открыл неподалеку такой же бизнес, который открыла она, то первая мысль, которая пришла ей в голову, была убить его. И только затем она поняла, что в этой стране так не делают. Здесь надо найти законные способы сделать то же самое. То есть, законно раздавить экономически. Законно разорить конкурента. Законно убить его. Она произнесла эту фразу, как, ну, что ли, похвалу этому обществу, не понимая, что вынесла ему страшный приговор. Законно разорить конкурент. Основной причиной выезда было воздействие американской пропаганды, которую я почти регулярно слушал по голосу Америки, свободе, другим радиостанциям. Американская пропаганда пытается внушить всему миру, что американская система, американский образ жизни, американская культура самые лучшие на Земле. Я считаю, что массовая поп-культура, как ее называют, она является страшной опасностью для всего остального мира. Может быть, не меньшей опасностью, чем атомная бомба. Потому что атомная бомба еще неизвестно, свалится ли. А это распространяется по всему миру, разлагает остальной мир, где существуют американские поклонники, поклонники американского стиля жизни, не понимая, что они не видят и не знают, что здесь за этой поп-культурой стоит грязь, совершенное ничтожество. Многие из этих людей сейчас вызывают чувство жалости. Вполне естественное человеческое чувство. Однако нужно помнить, что в прошлом это далеко не агнцы. Ну, например, Игорь Синявин, он был художником, и абсолютно твердо считал, что культура в нашей стране подавляется властью, и что она может расцвести, в том числе и его талант, только на Западе, только в Соединенных Штатах. И уезжал он туда с твердым намерением оттуда, из-за границы, активно бороться против советского строя, против советской власти. Так он сам говорил. После того, как он несколько лет прожил в Соединенных Штатах, он пришел к совершенно определенным выводам, и вы о них уже знаете, слышали их от него. Так что еще раз хочу сказать, некоторые из этих людей крайне негативно были настроены против нашей страны, и хотели выехать не просто поддавшись уговорам, обману, пропаганде, а вполне целеустремленно, даже воинственно. Но произошла примечательная вещь. Они уезжали открывать для себя Америку, а получилось иное. Они там, в Америке, открыли для себя прежде всего свою страну, в которой раньше жили, те ее достоинства, которых раньше не замечали, мимо которых проходили равнодушно, с пренебрежением и даже с раздражением. Подумаешь, бесплатное образование, подумаешь, бесплатное медицинское обслуживание, подумаешь, что, подумаешь другое. Теперь у них появилось время подумать, сравнить, оценить. Среди тех, кто уехал из Советского Союза, много лиц еврейской национальности. Они немало слышали по различным радиоголосам о том, как якобы нарушаются права евреев в Советском Союзе. А приехав в Нью-Йорк, в Соединенные Штаты, они столкнулись и с бытовым, и с официальным антисемитизмом, причем иногда чисто фашистского накала. Они видели оскверненные еврейские могилы, знают о взрывах в синагогах в разных городах Соединенных Штатов. Они узнавали о том, что евреев не принимают на работу во многие учреждения, не принимают в клубы, не принимают в компании. Они видели в демонстрации фашистов в Чикаго и Сен-Луисе многотысячные демонстрации, участники которых открыто носят лозунги с призывом убивать негров и евреев. Они впервые в своей жизни увидели газеты, в заголовке которых вынесены вот эти самые призывы, по сути гитлеровские, и эти газеты свободно издаются в Соединенных Штатах Америки. А те, кто уехал в Израиль, обнаружили там просто расистское государство. Фамилия моя Гданский Александр, жена моя Гданская Мария, и дети Олег, Илья, Миша, Светлана, и вот Аннушка родилась здесь, в Вене. Все мы воспитаны в чисто советском духе, но оказавшись на Западе, по-израильской визе, обманутые сионистской пропагандой, мы попали в израильское государство, если можно ее назвать, это не государство, а помойная яма. И когда мы прибыли в Израиль, мы сразу же, с первого дня, увидели, что нас обманули сионисты, якобы это обитованная страна для евреев, впрочем, я даже к еврейству ничего общего не имею, так как я воспитывался в детском доме, без родителей, и фашисты у меня отняли родителей, сионисты отняли у меня все, и отняли юность и детство моих детей. Конечно, с моей помощью. Если бы я этого не сделал, они бы насильно меня бы, конечно, не заставили. Я, конечно, пошел на ихнюю удочку, в чем я сильно раскаиваюсь и готов искупить свою вину даже ценой своей жизни. Хочу сказать вот еще о чем. В американском фильме «Русские здесь» показана та часть уехавших из Советского Союза и поселившихся в Соединенных Штатах бывших советских граждан, которая так или иначе устроена, материально устроена. Та часть, которая не думает о том, что завтра можно умереть с голоду. И хотя писатель Лев Халиф, который тут рассказывал нам о том, как КГБ читал его рукописи в Советском Союзе, покупает пищу паталоном, это видно не на деньги, а именно паталоном, который сионистские организации дают ему в порядке кратковременной помощи, ибо денег на продукты, как видно, у него нет, даже его все-таки можно отнести к категории людей устроенных. А есть другая часть, и она очень немалая, людей, которые побираются на улицах, становятся бродягами, зарабатывают проституции. Таких в этом американском фильме, конечно, нет. Но даже те, кто устроился, на мой взгляд, производят жалкое впечатление. Впечатление людей, живущих в духовном гетто, в черте оседлости. Даже искусство, которое у них есть, вы видели эстрадный номер, который исполнял раньше, в общем-то, неплохой бывший артист кино и эстрады Борис Сичкин. Ведь это сейчас, то, что вы видели на экране, это в худших традициях дореволюционной местечковой сцены. Ощущение такое, что история вдруг отбросила их всех на 70 лет назад к духовному состоянию их бабушек и дедушек. И когда эти люди смотрят, обливаясь слезами старые фильмы, то это не ностальгия по прошлому. Это они видят свое потерянное будущее. А когда какой-то безымянный певец утверждает за экраном, что Одесса не Одесса, вот без таких людей, каждый из слушающих его там, в Америке, может только горько усмехнуться. Вот как иногда время вдруг оборачивается вспять. Мне кажется, что большинство людей здесь несчастные. я не хочу сказать все из тех, кто приехал сюда. Не думаю, что я могу так сказать, но я думаю, что очень много. Может быть, действительно половина, если не больше. Если не больше, может быть, и больше. Потому что это... Потому что многие люди просто, уже попав сюда, обнаружили, что они... очень здесь плохо, тяжело и грустно. Как бы даже они материально не жили, потому что многие здесь даже достигли каких-то материальных успехов, материальных положений. Многие имеют профессию, работают в этой профессии. Но настоящего чувства, ощущения жизни настоящего у них нет. Так что я думаю, действительно, очень многие... Многие желали бы, сожалеют, горько сожалеют, потому что они сделали... Я пришел здесь к глубочайшему одному убеждению, что все мои товарищи, друзья, режиссеры, может быть, те, которые сейчас дома чем-то недовольны, какой-то, так сказать, бюрократии там, или, так сказать, ну, что, собственно, было со мной, почему я так, так сказать, обиделся и поругался со своим кинематографическим начальством и уехал из страны. Это был такой момент шокового состояния, что ли. Я уверяю, что все мои друзья, вот в этом, так сказать, невероятное, интересное явление и сила, опять извиняюсь за пафос, так сказать, мысли, что ли, и сила вот советского общества, что все мои друзья, побудут они здесь один год, полгода, они поймут, что это общество не для человека, воспитанного с детства на идеях, на стихах Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо, на Пушкине, на Лермонте, знаете. тут ужасно, тяжело, тоскливо, грустно. Жить в чужом хуже ничего не может быть, на мой взгляд, для человека, чем оказаться в чужом, оказаться чужим по всему жизни, по психологии, по вкусу, по культуре. Это не игрушки уже, понимаете, я вышел из того возраста, когда... Кто у нас на доволю уехать? Никто у нас не на доволю уехать. Ну, кто? Никто. Никто. Это вас хватает. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу решить этот вопрос положительно. Я не хочу, чтобы вы поехали туда и также просили обратно, пожалуйста, убедительный, идите вовер, как вот Наимитов у нас просился. Родители пришли тут, плакали, на коленях с нами, помогите, пожалуйста, спасите нашего сына. Я не буду проситься. Не будете проситься. Вы также убеждаете о выезде, как и обратно будете потом проситься, также убеждаешь. Я могу дать подписку, потому что я проситься обратно не буду. Человек, ответы которого вы только что слышали, он сидел к нам спиной, совершает ошибку, трагическую ошибку. Через некоторое время он сдаст свой советский паспорт и дорога назад закрыта. Он станет бывшим советским гражданином. А можно назвать и гораздо резче, потому что бывших используют там не только для мойки котлов в пекарне, но, если удается, и для прямой работы против нашей Родины. Работа сионистов и буржуазной пропаганды вообще продолжается. Разным лицам в нашей стране продолжают приходить вызовы от существующих и несуществующих родственников из-за рубежа. Присылают эмиссаров. Радиоголоса обещают облака, отороченные соболями, и колбасные дожди. Я пользуюсь цитатой из американского фильма, который вы увидели. И кто-то размышляет, ведь это так заманчиво, и только с течением времени придет к осознанию трагедии. Поймет, что, оказывается, есть ценности в жизни, о которых мы даже не думаем у себя на Родине, потому что они существуют с нашего рождения, как существуют мать и отец для ребенка. И только потеряв родителей, можно понять, что они для тебя значили. А так ведь кажется, что они были всегда и будут всегда. И они тебе все должны. И бесплатную школу, и бесплатные вузы, и бесплатное медицинское обслуживание. Ты привык, что у тебя, что тебя уважают по труду, по свету души, а не по деньгам в кармане. Привык, что кто-то обязан предоставит тебе работу после окончания школы или вуза. И несправедливо, если тебя уволили, то кто-то обязан восстановить тебя на той же работе. И даже не отдаешь себя отчета, кто это все делает, потому что это делается как-то, как бы само собой. И происходит, так сказать, так, как будто все это разумеется само собой. В нашей ежедневной жизни мы больше обращаем внимание на наши трудности, на наши проблемы, которые нас раздражают, расстраивают. И подчас очень жалко, что приходится тратить силы на их преодоление. Но это естественно, совершенно естественно, совершенно справедливо и так устроен человек, и без этого нет движения вперед. А все хорошее мы воспринимаем как данность, не задумываясь о том, что все это великие завоевания нашего народа. И подчас забываем, каких же огромных усилий стоило нашему народу все эти завоевания отстоять. И как они сложились, наши человеческие отношения, именно наши, социалистические. А, наверное, полезно было бы чаще задумываться об этом. Наша передача окончена. Всего доброго.